Здравствуйте, дорогие невесты! С вами Ирина Амурова, и сегодня у нас будет достаточно короткий, но очень информативный выпуск. А поговорим мы вот о чем. Что делать, если на выездной регистрации гостей много, а вот стульев мало? Да, иногда бывает такое, что на свадьбу приглашено 60-70 человек, а на выездную регистрацию поставлено 30-40 стульчиков. Вот что делать с теми людьми, которые будут проводить церемонию стоя? Заботливые невесты сразу думают о том, что, наверное, лучше стульчики все убрать, чтобы все стояли, чтобы никого не обидеть. Так вот, сегодня я вам расскажу два варианта, как можно обыграть эту ситуацию для того, чтобы никого не обидеть, да что уж там, чтобы все были довольны. Итак, поехали! Первый вариант. Если вы понимаете, что на выездной регистрации достаточно большое количество людей, а стульчиков у вас не так много, то я предлагаю вам приготовить стульчики исключительно для старшего поколения. То есть, если 50 человек вы не можете посадить, организуйте хотя бы 10 стульчиков для родителей, для бабушек и дедушек, для ближайших родственников. Поверьте, старшему поколению провести 15 минут на ногах, а иногда церемонии длятся и дольше, проблематично. Позаботьтесь о них, сделайте для них выездную регистрацию комфортной. Особенно им сложно будет простоять, если на улице жара или, наоборот, достаточно прохладно. Поэтому 10 стульчиков мы готовим для нашего старшего поколения, рассаживаем их, но это еще и важно. Почему? Потому что именно стульчиками мы рисуем геометрию пространства. Например, 5 стульчиков вы поставите с одной стороны и 5 стульчиков вы поставите с другой стороны. И посмотрите, у нас появляется некий рисунок в пространстве, а значит, что оставшиеся гости не будут хаотично бродить во время церемонии, не зная, куда им примкнуться, и будут чувствовать от этого себя неловко. Они точно будут знать, что вот здесь, где стульчики, справа и с левой стороны располагаться можно. С этим вариантом разобрались, мне кажется, он достаточно комфортный и относительно понятный. И самое главное, что вы угодите и старшему поколению, и никого не обидите. Самое главное, заранее предупредить либо ведущего, либо ведущую церемонию о том, что на эти стульчики приглашаются именно родители, старшее поколение. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Есть еще один способ, как можно обыграть те стулья, которые вы приобрели. Итак, к примеру, вы пригласили все те же 60 человек гостей, но стульев заказали 30. Причем за каждый из этих стульев вы заплатили свои кровные. Что же делать? Не выбрасывать же эти 20 стульев, за них же уплощено, скажете вы? Так вот, есть вариант, как можно обыграть данное количество стульев, при этом ни одного из гостей не обидит. Вы расставляете на церемонии все стулья, которые у вас в наличии, и приглашаете на них уже помимо старшего поколения, помимо родителей, женскую половину ваших гостей и ребятишек. Поверьте, мужчины с удовольствием проведут на своих ногах выездную регистрацию, не устанут. И зачастую, когда я приглашаю гостей расположиться на своих местах, первые, кто занимает места, это родители, старшее поколение, девушки, а вот мужчины присаживаются неохотно. Поэтому в данном случае все останутся довольны. Почему же я сказала еще и про детей? Детей, конечно, лучше посадить, так сказать, приземлить. Потому что если ребятишки во время церемонии не будут иметь места, поверьте, они могут сделать все, что угодно. Как правило, они бегают на церемонии, прыгают, занимаются своими делами. Поэтому лучше показать им их места, и там они спокойно проведут всю церемонию. И прежде чем завершить это видео, я бы хотела поделиться опытом, который у меня есть. Это отрицательный опыт. Всегда, когда на выездной регистрации нет стульев, даже десяти, да что там, даже шести стульев, на выездной регистрации творит хаос. Как я уже говорила ранее, гости не знают, куда им примкнуться. Зачастую они располагаются так, что, во-первых, это на фотографии некрасиво, во-вторых, это неудобно ни для самих гостей, ни для ведущей церемонии, ни для молодоженов. Потому что все стоят друг на дружке. Поэтому для того, чтобы организовать пространство, для того, чтобы гостям показать их место, а им нужно знать свое место на выездной регистрации. Но если вы не располагаете бюджетом, и у вас нет стульчиков, возьмите хотя бы пять-десять, для того, чтобы создать геометрию пространства и некую торжественность. Это очень важно. Надеюсь, что те советы, которыми я поделилась, пойдут вам на пользу. Вы их обязательно возьмете на заметку. Ну, а мне остается пожелать вам прекрасной свадебной подготовки. С вами была Ирина Амурова. И, как всегда, увидимся в следующий четверг. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok